45 лагерей труда и отдыха при сочинских школах начнут работать с 1 июня. Программа для подростков составлена с учетом особенностей их возраста. И это не только трудовая занятость, но и досуговая деятельность. А в остальном все как у взрослых. Трудовые договоры и зарплата. Ребят приучают к тому, чтобы они знали, как в будущем официально устраиваться на работу. А дел в школе на ее территории хватит на всех. В лагеря труда и отдыха несовершеннолетние выполняют ту работу, которая необходима в школе. То есть это подсобные работы, это работа в библиотеках, работа на пришкольных участках. Кто-то уже задумался ставить клумбу в форме жар-птицы, как символа всемирных хоровых игр. Идею создания клумбы в виде жар-птицы предложили учащейся гимназии номер 6. Управление по образованию и науке задуманное поддержали. Ведь задача летней занятости не просто дать детям возможность заработать, но и научить ребят работать творчески. К этому призвал учителей на расширенном заседании городской межведомственной комиссии по организации отдыха и занятости детей глава города. Ставлю задачу всем специалистам, задействованным в организации детского отдыха, отнестись к своей работе максимально ответственно. Организаторов детского отдыха на площадках наших школ, на спортивных площадках и площадках при домах культуры я призываю к творческому подходу. Проявите себя, покажите свой педагогический талант. Ведь детскую энергию и познавательную активность нужно направить в полезное русло. Анатолий Пахомов говорил о важности трудовой детской занятости. За 14 дней школьник получит 2000 рублей. Деньги на зарплату выделены из муниципального бюджета. В объеме 2 миллионов рублей. Также 800 тысяч рублей городом будет направлено на двухразовое питание подростков. Оказал материальную поддержку и край. Ежегодно в Сочи в школьных лагерях труда и отдыха занято 980 учащихся. Другие могут работать через центры занятости на предприятиях города. В целом же заработать первые деньги смогут более 1800 сочинских школьников. Например, каждый год места для летней работы предоставляют в Южном федеральном центре спортивной подготовки «Югспорт». Не меньше 20 рабочих мест будет организовано для того, чтобы наши ребята, школьники города Сочи пришли помогать нам готовить спортивные объекты к соревнованиям, тренировочным процессам. С 1 июня в городе открывается 71 дневной лагерь при учреждениях образования, культуры и спорта. Вечерами с детьми будут заниматься аниматоры на 145 придомовых площадках. На природе откроются палаточные лагеря для молодежи, регулярно будут организовываться походы. По словам главы города, лето на курорте для юных сочинцев будет полезным и увлекательным.